Будет сыгран матч, который во многом может стать решающим в рамках не только очередного тура чемпионата Германии по футболу, но и всего чемпионата. Дело в том, что играют между собой Бавария и Шальке, и интрига матча такова, что проигравший, скорее всего, выбывает из чемпионской гонки. Во всяком случае, темп, который набрали основные конкуренты, он, в общем-то, именно об этом и говорит. Капитаны команд, два защитника сборной Германии приветствуют друг друга, Бенедикт Хеведес и Филипп Лам. Михаил Вайнер сегодня возглавляет бригаду арбитров. Матч, в общем, достался ему, за которым будет смотреть не только вся Германия, но и вся Европа. Класс Ян Хунталар в центральном круге, лучший бомбардир гильзенкирхенской команды, человек-гол настоящий в нынешнем сезоне. Человек, который протащил в четверг Шальке в следующую стадию Лиги Европы. Но об этом мы еще поговорим. Обе команды играли. Ротация и команда постоянно имеет проблемы. Как раз и возникает соблазн говорить о провале в подготовке. Опасный момент. Хильдебранд отбивает. Добивание Робина. И снова вратарь выручает Шальке. Для Хильдебранда прекрасный момент для того, чтобы войти в игру. Бенедик Хеведес тут стал заниматься несвойственным ему делом и ненужным делом для защитника. И Бавария едва не распечатывает ворота. Попадополос там. Видели, с каким лицом побежал к Бенедикту Хеведесу, как только мяч пересек линию. Как только он вышел из игры. Ну, действительно, это не дивание организовал именно он. Но вот ошибка Хеведеса. Вот смотрите. К чему все это было. И здорово, кстати, прочитал Гомес ситуацию, который открылся здесь рядом. И Давид Алаба ему скидывал мяч. Ну, и Робин, конечно, в такой ситуации мог бы пробить и посильнее. Молодец, Тима Хильдебранд. Хуб Стевенс, главный тренер Шальке. Юб Хайнкес, главный тренер Баварии. Вот он в ваших экранах. Уже два матча Бавария Белла Хеведеса. Тем более, когда тебя уже накрывают около линии. Не стоит пытаться удержать мяч. Робин, снова Хильдебранд. Опять мяч катится. Буквально через те же самые сантиметры. На линии ворот. Только теперь уже уходит он от игрока Шальке за пределы поля. Ну, вот и такие гости на этом матче. То, что нам постоянно показывают улихи у нас, это понятно. Это его брат был, Титер. Водить с фланга на фланг. Это Шванштейгер и Ван Бютен. Ван Бютенов даже двое в кадре сейчас. Настроение не лучшее, конечно. По-прежнему Бавария не может забить. Робин, Рибери и Мюллер. Он работает только вперед. У Шальки пока довольно робко. И хотя бы лучший сбор в истории клуба, как они это назвали. Но результата-то нет. Ой, Хильдебранд сейчас что делает? Ну, зачем же он побежал так? 1-0. Бавария открывает счет. Это Франк Рибери. Выводит Мюнхенца вперед. Переиграв голкипера, который бросил свое место и зачем-то решил постатизаться в скорости с Франком Рибери. Да, здесь, наверное, был фолл. Хотя так вроде как выглядит, как плечо в плечо. Давайте посмотрим. Положения вне игры нет. Ну, я не понимаю, зачем. Еще Рибери надо было мяч обрабатывать. Уже неслись сюда защитники. Зачем оставил ворота Тима Хильдебранд в пустыне? Дальше уже после того, как Рибери перебросил через него мяч, все остальное было делом техники. Рибери, конечно, с таких позиций не промахивается по пустым воротам. 1-0. Бавария впереди. Но, наконец-то, впервые за три матча удалось ей забить. В Мюнхене, в принципе, пока не очень волнуются за исход двухматчевого противостояния с Базелем. Хотя это не первая игра с швейцарским клубом в нынешней лиге чемпионов. Бавария играла в квалификации. С Цюрихом там-то все было просто. Два раза по 2-0. Вот так радуется Ханькес. Но Рибери даже запрыгнул здесь на решетку. По-моему, это какие-то бояры. Ну вот еще раз смотрим, как был забит гол. Мне кажется, что правота вратаря вот в таких моментах, она может быть доказана только одним-единственным образом. Если он успел первым к мячу. Не успел, значит, уже не прав. В газон мяч. В общем, все это было трудно предсказуемо для галкипера. 1-0 после первого тайма. Бавария впереди. Франк Рибери на 36-й минуте. Переиграл выбежавшего далеко из ворот Тима Хильдебранда. И забил пока единственный в этой встрече мяч. Перерыв. Потрясающая атмосфера на Альянс-арене сегодня. Хорсткельт. Менеджер Шальке. И третья и четвертая команды Германии сегодня играют. И повторюсь, что проигравший практически из чемпионской гонки выбывает. Рибери. Одну руки Альян Робин. А Рибери все делает сам. 2-0. Франк Рибери. Вот это Оливер Канн в этой ложи. И Бекенбауэр в этой же ложи. Где Швайнштайгер и Ван Бюнтон травмированы. Все аплодируют. Смотрим еще раз. Все блестяще сделал Франк Рибери. Отманул двух защитников. И Метцельдара, и Пападопулоса стряхнул с себя. И закрутил мяч в ближний угол. Возможно, Фильдебранд мог выручить. Но он и так уже сегодня выручал. Поэтому какие претензии сейчас могут быть? Взлетел буквально Ван Бюнтон. А где ребенок интересный, который меня на руках? Франк Рибери пробил мимо. Что за свист? С чем связано? Ноер не торопится, видимо, мяч уводить в игрок. Вынужден отбивать мяч на угловой попадок. Вот так вот ставим задумчив. Дважды в чемпионате у Шальки выиграла. Лотер Матеус пришел тоже сюда. Которая позволит напрямую попасть в Лигу чемпионов. С Анатолий Тимощук на бровке. Ариен Робин в дальний угол бьет. Тима Фильдебранд отбивает мяч на угловой. Но все вот эти сейвы, конечно, за них можно поаплодировать Хильдебразу. Но если бы не тот момент в первом тайме, когда он, по сути, привез гол. Анатолий Тимощук вместо Томаса Мюллера выходит. Завершение этой встречи. Как и большинство игроков Баварии, Анатолий тоже отправляется в свою сборную после этого матча. Там практически все разъедутся по сборной. Третью замену, по-моему, Бавария не будет проводить. Естественно, все довольны. Ну, если учесть шапки, то давайте режиссер прервется. А то сейчас одними поцелуями тут дело не ограничится. Сразу же нам его показывают крупным планом. Вечно чем-то недовольное лицо у Франка Рибери. 36-я, 55-я минуты. Имя датированное голой француза. Который приносит Баварии очень и очень важную победу. Таким образом, 48 очков набирает Бавария. Ждет она осечки Дотхунской Баруси, которая начнет играть через 10 минут. Сама Бавария при этом выходит на второе место, обгоняя Барусию из Мюнхенгладбах. Шальке остается на четвертой позиции и рискует на ней так вот зависнуть, если Дортмунд выиграет. Рибери и Робин между собой что-то обсуждают. Ну, очень хорошее настроение у всех. Вам и Хильдебранд играли вместе в Штунгерте, поэтому то, что они тут тоже болтают между собой, это вполне понятно. Мне только непонятно, почему так мало переживаний на лицах игроков Шальке. Такое впечатление, что ну проиграли, ну и что? О, не совсем верный подход. Это был матч, который очень был важен для команды. Я напомню, что впервые с сезона 94-95 Шальке уступил Баварии в двух играх чемпионата. Одного и того же чемпионата. Для вас сегодня работал Алексей Андронов. На этом все. Смотрите Бундеслигу на НТВ+. Счастливо и до встречи.